Сейчас на первой станции Люздорской дороги завершаются работы. По сути, закапывают разрытые канавы. Одесситы начали получать воду сегодня в районе двух часов ночи. И по состоянию на обеденное время водоснабжение полностью восстановлено. А еще так выглядело место прорыва вчера. Дорога просто плыла. В результате ЧП почти две трети города более суток пребывали без воды. Эксперты уверяют, что аварии, исходные с этой, могут повториться в самое ближайшее время. Всему виной прогнившие коммуникации, которые никто не меняет. Господь Бог еще хорошо помог, что рвануло, когда плюсовая температура. Иначе было бы очень неприятно. Поэтому департаменту городского хозяйства вместе с Инфоксводоканалом стоит задуматься о контроле за состоянием сетей, особенно магистральных. Им там в лучшем случае лет 60. Поэтому люди стареют, стареет имущество. Его надо поддерживать на лежачем виде. Это такой нехороший звонок. Стоит задуматься о том, что нам в городе, о чем мы говорим, мы пытаемся в последнее время плиточку заменить, фасад подкрасить, еще что-то сделать. А на серьезные объекты, именно по которым питается весь город, мы не обращаем внимания. А вот кто должен следить за состоянием сетей – вопрос ложный. Водоснабжением занимается компания Инфоксводоканал. Но коммуникации находятся лишь в аренде, хоть и на целых 49 лет. До юра они остаются в собственности города. В начале 2000-х бывший вице-мэр Владимир Максимович предлагал создать совместное предприятие между городом и частником, которое бы и занималось контролем состояния сетей и их ремонтом. Но идея так и не была реализована. Теперь же чиновникам мэрии и представителям Инфокса необходимо договариваться о совместном обслуживании коммуникаций, считает экономист. В каких пропорциях – вопрос возможных компромиссов. Сам Инфоксводоканал не сможет это быстро сделать, потому что в тарифах не заложена инвестиционная составляющая, а это нужно, наверное, миллионов пятьсот. Откуда они сейчас вынуты? Их нет. Осети все еще городские, наши. Они же просто арендаторы. Поэтому нужно договориться с Инфоксводоканалом, что мы несем паритетную ответственность и паритетные вложения вот в эти работы. И городу придется, я так думаю, сто миллионов, а может быть и больше, каждый год выделять на замену этих сетей, их реновацию и восстановление. А что-то должно выделять тогда и Инфоксводоканал с таким расчетом, чтобы за три или пять лет мы эти сети привели в нормальное состояние. Эксперты считают, что компромисс – единственный выход. По мнению специалистов, приоритетный формат – совместная комиссия при горсовете в составе профильных чиновников, советников мэра, депутатов и представителей Инфокса. Причем с поиском решения не стоит затягивать, ведь случаи прорывов старых труб могут участиться. Соответственно, горожане рискуют привыкнуть к регулярным отключениям воды.